Микс Ньюз Я пока себя не ощущаю Дмитрием Ивановичем Менделеевым, который всегда говорил, что не нужно писать его полный титул, потому что выходит длиннее, чем у царя. Но просто я легкомысленный человек, который не может сосредоточиться на чем-то одном и занимается сразу многим. Это скорее мой недостаток, но что поделать. Вы в Юрмале отдыхаете или у вас какая-то тут дела, работа? Ну, я совместил работу и отдых. Меня пригласили сюда для проведения интеллектуальной игры. Я это с удовольствием уже проделал в Юрмале. Так, это какая же у нас игра? Ну, это некая синтетическая игра из многих разных игр, которую я вот в чем-то и придумал. Она немножко отличается от других игр. У нее еще нет установленного названия. Иногда я ее называю реалии, иногда длинный вопрос. То есть вы придумали игру или ее правила? Эти правила известны уже всем знатокам страны, поскольку Одесский клуб достаточно хорошо известен. Даже не страны, а многих стран. И в эту игру играют уже, насколько мне известно, и в Америке, и в Израиле. То есть минимум на трех континентах. Подождите, получается интересная тенденция. У нас здесь известный вам Максим Поташов недавно презентовал игру 60 секунд. Как она называется? Ну, понятно, да. Он как бы выставил под эгидой, и все. Потом я вижу, что появилась тут мозгобойня белорусская. Тоже аналог от этой игры. И теперь я узнаю, что вы еще тоже тут презентовали игру. Что это за бум такой на интеллектуальные игры-то у нас сейчас? На самом деле, просто это достаточно интересное занятие. И оно многовариантно. Каждый ищет некий вариант, который больше привлечет аудиторию и будет, скажем, легче для восприятия. Например, я сейчас проводил игры не с старыми опытными бойцами интеллектуальных баталий, а с совершенно неподготовленными людьми. Это мне интереснее всего. И они вдруг ощущали, что, во-первых, это интересно. Во-вторых, это не больно, не опасно, не противозаказно и не вредно для здоровья. А в-третьих, что они прекрасно с этим справляются. Само это ощущение – это вот такой большой и приятный подарок. Скажите вкратце, какие правила? Сколько игроков в команде? Сколько времени? Не играет никакой роли. Могут люди играть даже один на один. Вот сейчас я еду в другое место, где проведу эту игру, где каждый будет играть сам за себя. А на что эта игра из известных больше всего похожа? Да, на все понемножку. Представьте себе, что, где, когда, где вопрос очень длинен, очень велик. И можно ответить еще до конца вопроса, не дослушав его. Да. А сколько всего вопросов? Сколько получится? На самом деле определяется все, ну, скажем так, тем временем, которое ведущий может удержать внимание слушателей. Как когда-то говорила мне очень хорошая моя приятельница, замечательный бард Вероника Долина, Боря, заканчивай выступать еще тогда, когда тебя очень хотят слушать. А что же, а в чем вразовательный момент? Побеждает тот, кто? Побеждает тот, кто отвечает на большее число вопросов. А если она одинаковая, побеждает тот, кто отвечает на вопросы раньше других. То есть это похоже даже на брейн-ринг, да, чем-то? Очень удаленно. В брейн-ринге все как бы непрерывно нажать на кнопку, да. А здесь можно не ждать, пока подадут сигнал и нажать на кнопку раньше. А, ну так это же хорошо. Более того, нет никакой кнопки, что очень удобно. Просто брейн-ринг уже часто превращается, именно кто быстрее нажмет даже. Ну, это была большая беда, и чтобы этого не было, надо много работать. Брейн-ринг автоматически требовал более высокого качества вопросов, как ни странно. Потому что вы оказывались в вилке между двумя трагичными ситуациями. Первое, когда ответ известен еще до окончания чтения вопроса, и все сводится к тому, кто раньше нажмет на кнопку. И второе, когда ответ вообще не находится за одну минуту. Да, а вы же неоднократный... И то, и другое ужасно, и резко уменьшает интерес к игре. Вы же неоднократный чемпион СССР и СНГ по брейн-рингу, поскольку я помню. Ну, было такое, да. Подождите, то есть сейчас тогда, если кнопок нажать не надо, вот в вашем варианте игры. И главное, что... А когда можно... И можно начинать говорить, пока вопрос еще... Отвечать, пока вопрос еще не закончен. Можно и так. Вообще, можно отвечать даже до начала чтения вопроса, но уж не обессудьте, вряд ли ваш ответ будет правилен. Здорово. А вот как, что по-вашему объясняете, что и молодежь, и в принципе, более уже такие люди в возрасте идет массово играют именно сейчас в разные вот такого типа интеллектуальные игры приходят даже, ну или там специальные... Ну, ладно, у нас ведь есть клуб, рижский клуб с натаков, это естественное дело. Я знаю. Но сейчас появились, что люди ходят тут именно всякие в кафе, на всякие заведения, и там вот играют в подобного типа интеллектуальные игры. Это, можно сказать, массовое явление. Вот этим летом особенно я наблюдаю это. Да, в моей родной Одессе клуб огромный, и несколько десятков команд играют, ну, скажем, больше, чем раз в месяц, причем значительно больше. Я вам просто скажу, что мне кажется, что это не такой плохой симптом. Когда-то, когда я показывал эти игры своему коллеге по команде, работнику телевидения, опытному достаточно и грамотному человеку, он сказал, Боря, ну это же салонные игры. И он сказал, да. Когда уровень людей был достаточно высок, салонные игры были достаточно популярны. Я помню, как, сейчас страшно сказать, на Вульяновске в музее Ленина, я видел журналы для детей и юношества, которые тогда выходили. Типичные вопросы современных интеллектуальных игр. Я даже смог разрешить пару из этих вопросов, с которыми не справлялись сотрудники музея. Это в 10-е годы решна была, да? Было и тогда, было и раньше. То есть люди достаточно высокого уровня занимались салонными играми, поскольку им доставляло удовольствие ну, само решение задачи, процесс нахождения решения. Это же маленькая имитация жизни. Мы в жизни постоянно играем в интеллектуальные игры с окружающими обстоятельствами. И если выигрываем, это действительно нам полезно. А если проигрываем, может оказаться и трагично. Игра в чем-то имитация жизни. Ворошилов очень правильно сделал, как говорится, эпиграфом своей игры. Известную фразу из «Пиковой дамы», что наша жизнь – игра. В чем-то это так. Да, ну хорошо. А вот вы проводите игры, которые игры. Вы все вопросы придумываете сами. В основном, да. Ну, вы известный. Я люблю. Вы, по-моему, самый результативный автор вопросов в мире, мне кажется. Мне это не кажется, и я так не думаю. Но мне хватает придуманных мной вопросов для того, чтобы проводить игры, которые меня просят проводить достаточно часто. Потому что, ну, скажем так, мне это нравится. И я, скажем, понимаю одну важную истину. Что на самом деле вопрос не просто вопрос. Вопрос – это маленькое художественное произведение, где есть завязка, сюжет, кульминация и развязка. Более того, вопрос должен быть судим по законам художественного произведения. Он должен вызывать какое-то, так, не только, скажем, удовольствие от нахождения решения, а какой-то, знаете, ретрепет поэтически. Без этого никак. На самом деле, люди гораздо лучше себя чувствуют, если они, ну, как бы, находятся в сфере не только науки, но и искусства. Ну, возникает тогда вот такой вопрос. В смысле, вопрос, что главнее – на логику или на знание? Этого вопроса нет. Нет. Вопрос на знание, в принципе, ничего не проверяет, кроме неких случайностей и хорошей памяти. Хорошая память тоже достоинство, но, знаете, в таких играх она уже не вырабатывается, поскольку это нужно делать до 14 лет. Вообще, всегда хорошими вопросами считались вопросы, в которых ты, не зная ответа, мог к ответу прийти. За минуту? Ну, в традиционной игре за минуту, есть разные варианты этого, но, в общем-то, да, ограниченное и заранее оговоренное время, это так. Да, ну и тут, конечно… А так в жизни? То есть, тут еще имеют в виду, конечно, взаимодействие в команде, если ты играешь в команде. Это отдельный вопрос. Люди очень учатся при этом друг друга слушать, понимать, не оставить внимания. Знаете, я всегда говорю, что невозможно во время тренировок научиться, ну, скажем, отгадывать больше вопросов, чем вы могли отгадать. Можно научиться не терять правильные версии, которые вы уже выкладывали, но в итоге зашумели во время обсуждения, не услышали и, в общем-то, предложили ведущему вместо правильной версии неправильную. Вот не терять правильные версии, можно научиться, можно тренироваться. Ну, там уже даже специальный человек должен быть в команде, которая все эти версии записывает. Такие люди всегда есть. Во всяком случае, у более-менее профессионально работающих команд есть целый ряд командных функций. Нет еще окончательных договоренностей, как и вы они, но вот некоторые функции уже, в принципе, отмечены. В принципе, отдельный человек, например, держит форму вопроса. Он помнит, на что именно надо ответить. Кстати, я видел просто трагические случаи, когда люди догадывались, о чем идет речь, но давали не тот ответ, который от них требовался. Да, потому что, на самом деле, нужно было другое. Спрашивали другое, да, с чем мы не подумали вначале. Да, такое было. Слушайте, они подходят, проводится множество различных игр, турниров, где, когда, турниральных игр. Не будет ли такой проблемы, что не будет о чем спрашивать? Мы придем к какому-то пределу вопросов, чем для вопросов фактуры и прочее? Давайте подождем, пока мы хотя бы будем подходить к такому пределу. Я совершенно не уверен, что что-то подобное происходит. Во-первых, вопросы забываются. Я лично слышал от Андрея Козлова, с которым, как вы знаете, играл в одной команде, что он иногда давал командам их собственные вопросы, которые они сами придумали, и не всегда в горячке игры они вспоминали, какой же ответ они при этом подразумевали. Ну, литературные вопросы, мне кажется, уже точно все исчерпаны. Вам кажется? Да. Ну, не знаю. Если вам религиозные ваши убеждения не мешают, непременно перекреститесь. Говорят, помогают, когда кажется. Хорошо. Интересно. А вот, скажем, сейчас вот я знаю молодежь, которые, ну, вот, играет новое поколение, игроков, они очень не жалуют и даже, как бы, обижают на вопросы по советским реалиям, советским кинофильмам, называют их свояками, почему мы должны это знать, и как бы у них такое даже отторжение вызывает. Как вам сказать, я, во-первых, не замечал такого процесса, вообще не замечал. Это, ну, не знаю, явление, безусловно, болезненное, любые знания полезны. Во-вторых, вот всегда на вопрос, почему мы должны это знать, я отвечаю, потому что это знали те, кто правильно ответил на этот вопрос. Если же вопрос так плох, что на него никто не ответил правильно, я, честно говорю, да, этот вопрос плох. Он не сыграл в турнире, его все равно, что не было, и он совершенно зря занимал время, не помогая выяснить, какая команда лучше. А если этого не так, очень простой ответ. Почему мы должны это знать, а почему это знали те, кто ответили. Хорошо. Знаете, у нас телефонный звонок, возьмите наушники, пожалуйста. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за вашего гостя. Здравствуйте. В Латвии. Спасибо. Вы знаете, я хотела вас спросить. Обожаю. Во-вторых, я не знаю, сейчас вы ведете или нет вашу передачу кулинария. Ну, просто бесподобно. Ну, сейчас не веду. Я уже снял 800 блюд, и их показывают снова и снова, раз за разом. Да, да, в записи, да, я знаю. Ну, я теперь пишу кулинарные книги, у меня уже вышло 18 книг. Да. И веду соответствующие рубрики. Да, извините, а откуда у вас такое? Вы потому что на Украине вот живете или родились там, или это уже как-то откуда? Да ну, украинская кухня обычная, восточноевропейская кухня, разнообразная, полное заимствование от соседних стран, как положено, в стране, которая соприкасалась с самыми разными странами. И как все восточноевропейские кухни, тяжелая и не очень полезная в диетическом смысле. Сами знаете. Это точно. Спасибо. Ну, достаточно богатая. Но на самом деле беру я, ну, из трех источников. Так. Первое, потому что в моей семье я готовил. Моя первая жена, очаровательный, талантливый человек, настоящий момент, доктор философии университета в Иерусалиме, автор прекрасных стихов, обладала с такими большими достоинствами, что я прекрасно на ней женился, даже не интересуясь, умеет ли она готовить, она не могла даже яичницу пожарить. И мы с ней просто договорились, что поскольку это и не доставляет удовольствия, и получается вот как-то без большой душевной радости, то лучше этим буду заниматься я, которому это приятно. И вот 10 лет нашего брака я кормил и себя, и ее, и сына, и, в общем, руку себя поставил. А потом уже через много лет ко мне совершенно случайно обратились на телевидение и предложили вот такую вот странную роль. Я действительно угощал этих людей. Мой грех. Более того, тогда уже писал кулинарные статьи. Но когда я начал это делать перед экраном, оказалось, что это интересно не только мне. Вот так это все и было. Все очень просто. А рецептов очень много. Миллионы кулинарных книг. Огромное количество друзей, которые прекрасно готовили. Кстати, в моей семье традиционно. В моей семье мама готовила просто прекрасно, а папа еще лучше. И на празднике он выгонял маму из кухни, говорил, Леночка, ты всегда готовишь, а сегодня позволь уже мне. Доро. Я смотрел, когда он нас показывал канал Интере, я смотрел, помню, вашу передачу кулинарную. Еще мне нравилось, что она была совмещена также с историей. Я помню, как вы ожарили курицу и рассказывали про судьбу Марии Антуанетты, по-моему. Вполне возможно. Но ведь действительно все в мире связано. Как-то вот судьба королевы, а казненно перетекала с жареной курицей, как-то одно потом возвращалось. Это было здорово. Может быть, я уже не помню, я же говорю, этих передач снято более 800. Просто на самом деле что-то узнать о стране, полностью отставив в сторону ее национальную кухню, которая связана и с ее историей, и с ее географией, и с ее соседями, и с ее войнами, и с ее торговыми связями, просто невозможно. Да, а почему вы прекратили вот кулинарные передачи? Я их не прекратил. Их прекратил канал. И назвать это зря прерванной карьерой после 10 лет беспрерывного вещания я не могу. Каналу решил, наверное, что хватит. И он, и другие каналы потом показали все снятые передачи далеко не один раз. А сейчас вы ведете что-то на телевидении? Настоящий момент нет. Просто я знаю, уже были на разных каналах, и на НТВ, и прочее вели. Ну, на НТВ я ничего не вел. Случайно вот так в каких-то передачах снимался, и это было. Да, а вот в смысле... А сейчас я видел вашу библиографию, там, конечно, впечатляющее количество кулинарных книг, и все вот эти рецепты, как я понимаю, ну, в отличие от вопросов, не все рецепты вы придумаете сами, да? Нет, не все. Но каждый рецепт человек обрабатывает сам. Итальянцы правильно говорят, что рецепты министрона есть столько, сколько хороших хозяйок его готовит. Нет двух полностью одинаковых блюд, забудьте. Ни один рецепт не может быть точен, потому что автор рецепта не видел, какой у вас конкретно кусок мяса лежит на столе, насколько он жирен, постен, мягок или еще каков. Вам все равно придется что-то вкладывать в свое, что-то делать своими руками и своими мозгами. Но все-таки то, что вот вы родом из Одессы, из благословенного края, с южного, из обильного, это что-то тоже повлияло? Повлияло. Даже не дело в некоем южном изобилии, мы край степной, не с такой уже богатой природой, а в том, что Одесса – это международный портовый город, где рабочим языком в течение первых десяти лет существования города был, знаете, какой? Какой? Догадайтесь. Вы скажите предположение, а я потом скажу правильный ответ. Французский. Почти. Итальянский. Ай, правильно же, итальянский. Да, а вот первый журнал литературный, который выходил в Одессе, действительно был французский. Ну и я вам в таких случаях объясняю, что Одесса находилась в пределах своей розы ветров, прямо с севера, на нее влияла, нет, не русская, а молдавская кулинария, очень интересная, непосредственно средник Византии, с северо-востока уже Россия, со своими пельменями, вареными, тушеными блюдами. С востока Украина, тоже с очень богатой, сложной, заимствовавшей кое-что и у турок, и у прочих соседей, и у так называемых лесных кухонь, которые ближе вам, польская, белорусская, литовская кухни. С юга-востока было заметным влияние Турции, которой земля Одессы до конца XVIII века и принадлежала. Турки ведь приватизировали византийскую дворцовую кухню целиком, добавив к ней только блюда из фасоли, которые они обожают, и блюда на вертеле, которые обожают все кочевники. Всем же известно, что, например, в русской кухне практически нет жареных блюд, и у Ивана Грозного были, как вы знаете, отдельно повара русские, которые варили и тушили, и отдельно повара татары, которые жарили. Эти функции не совмещались. Юг – это Израиль. Одесса, в которой, согласно переписи 90-х годов XIX века, процент еврейского населения был выше 30. Естественно, Израилю достаточно сродни, а эта кухня богатейшая и интереснейшая, связанная с кухнями Ближнего Востока. Да и вообще, собственно говоря, Израиль, как вы знаете, более многонациональное государство, чем Советский Союз, потому что если куда-то приехал еврей из Латвии и еврей из Лакутии, они отличаются друг от друга не меньше, чем латыши и якут. Ну, дальше я могу сказать, что с Юго-Запада, конечно, влияние старейшей кухни Греции, с ее превосходными продуктами, с ее рассольными сырами, с ее прекрасными фруктами и овощами. Чисто Запад – это главнейшая кухня Европы, кухня Италии. В конце концов, даже роскошная французская кухня, в принципе, ведет свое происхождение от итальянской кухни, насчитывает свою серьезную историю с того времени, когда на свадьбу Генриха II и Екатерины Медичи со стороны невесты приехало 400 флорентийских поваров, которые, наконец, научили диких франков, каким концом спаржу в рот засовывать. Но нужно сказать еще и о влиянии северо-запада. Это Болгария – страна чистых идеальных продуктов, страна кислого молока, которое, по мнению Нобелевского лауреата Одессита Ильи Мечникова, должно было продлить жизнь человека до 100 лет, и того кислого молока, которым отличился от желудочного заболевания, сам неумеренный в пище Людовик XIV, король солнца. Ему увозили из Болгарии простоквашу в бурдюках из козьих шкур. Но это восемь румбов одесской кухни. А было еще четыре стихи, которые возникали тогда, когда возникла сама Одесса, в начале XIX века. Мокрая стихия воды – это была, конечно, британская кухня, кухня владычицы морей. Французы над ней смеялись, издевались. Вольтер говорит, что за жизнь в стране, где не 300 соусов и 3 религии, как у нас, а наоборот 300 религий и 3 соуса. Но на самом деле английская кухня – одна из самых здоровых и качественных в мире. И почему-то ресторанов с мишленовскими звездами в Англии больше, чем во Франции. Легкомысленная стихия воздуха – это как раз французская кухня. Кухня замечательная. Кухня, которая из-за печальных событий истории Франции, из-за французской революции распространилась по всему миру. Масса французов, лишённых Родины, документов, прав, спасавших свою жизнь, устремились другие страны. Чем они могли покормиться? Рассказами о перах Мария Антонетта и Ледовика XVI. Повар-француз тогда практически был у каждого русского барина. Ну, отдельно, конечно, такая мрачная основательная стихия земли. Это немецкая кухня. Как вы знаете, германское влияние на всю Российскую империю просто огромное. Ну, здесь, в Латвии, она, пожалуй, даже больше. Безусловно. И это сытная, надёжная, качественная кухня с очень высоким уровнем проработки, скажем, мясных продуктов, практически не имеющихся равных. А в то же время, кстати, в 1801 году к России присоединили Грузию, и стихия огня тоже олицетворилась в одесской кухне. Это, конечно, грузинская кухня. Я видел интересный факт, что на самом деле из всего населения земли, китайцы, африканцы, дети, старики, каждый четвёртый знает что-то о грузинской кухне. И поэтому кухня Одессы, ну, всё это вот как-то переварив, очень разнообразно. И набор блюд настолько велик, что я, пожалуй, ещё 10 лет мог бы вести передачу каждую неделю, как положено у меня, выпуская два новых блюда. У меня в передаче было два блюда, а не одно. Да, здорово. А скажите, почему некоторые говорят Одесса через твёрдое? Как правильно? Конечно, Одесса через обычное. Но вот, очевидно, особенности произношения привели к тому, что жители более северных, чем Одесса областей, москвичи, петербуржцы иногда говорили через «э» оборотное. Это неправильно. Это не совсем правильно, но всё это допустимый вариант. Я, честно говоря, слабо выношу граммар нации и знаю, что язык – это живая конструкция, которая меняется временами. Сейчас нормативное произношение слова «одесса», конечно, через «е», обычное «е», а не «э» оборотное. А тогда вот поскольку вы с Украины, вы из Украины или из Украины? Вы на вот этот известный спор. Это не спор. Это возмутительное, шевнистическое, глупое и беспомощное действие, которым не нужно заниматься. Как люди говорят, так и будет. Кстати, как говорят по-русски, решат в Санкт-Петербурге, а не в Киеве. А как говорят по-украински, извините, решат в Киеве, а не в Санкт-Петербурге. Я считаю, что если мне кто-то сказал «в Украине», он совершенно прав. Если кто-то сказал «на Украине», и он совершенно прав. И изменять свое отношение к людям на основании этого, говорят ли они в Украине или на Украине, я не буду. Пока не кончится эта опаснейшая тенденция, мы все будем висеть на волоске. Вот такие дела. Вот недавно как раз был потрясающий спор о том, кем же была Анна Ярославна, русской или украинской. Уровень убожества государственных деятелей и с той, и с другой стороны, которые поднимают эту проблему, меня ужасает. Она, конечно, была украинкой, киевлянкой, это ясно каждому. Она, конечно, была русской, дочерью русского князя, и во всех французских летописи ее называют «Анна русская». Это чистая правда. И спорить с этим – это все уровень старой детской прибютки. Не играй в мои игрушки, не садись на мой горшок, ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. А что вот сейчас в Одессе, как живет, что происходит, можете сказать? Просто у нас практически ничего не известно. Если он сообщает что-то об Украине, а в основном уже все касается Киева, центра и все. А чем живет Одесса сейчас? Одесса живет, как всегда жила. Одесса трудится, Одесса работает, Одесса торгует, Одесса строится. Происходят, конечно, и неприятные процессы. Мы, к сожалению, достаточно коррупционно зависимы, таково свойство подавляющего большинства постсоветских стран. Ходить по улицам Одессы совершенно безопасно. И приезжающие туда мои друзья, хоть из России отношения, с которой, как вы понимаете, напряжены, хоть из других стран, с удовольствием ходят по Одессе в полной безопасности и очень радуются массе красивых вещей, которые можно в городе увидеть. Одесса – город очень приятный не только для жизни вообще, а для нахождения в нем в течение короткого времени. Есть какая-то одесская аура, которая всех интересует. Вот недавно почти ваш земляк, эстонец Мейлис Кубиц, провел потрясающий флешмоб в Одессе. Люди собрались, огромное количество людей пришло, выстроили в цепочку, которая занимала километра два, и читали одесских писателей на всех языках – на японском, на монгольском, на норвежском. Мой собственный сын, почетный консул Словении, читал Евгения Онегина строки об Одессе на славянском языке. Жил тогда в Одессе пыльный. Да, естественно. Вот. Я читал стихи об Одессе, по-моему, великолепные, написанные моим товарищем. Сейчас он живет далеко, в Нью-Йорке, но его стихи в Одессе помнят. Тел подставленных солнца на пляже двое, Запах йода в костях терпеливых к зною, Море хлев и стоящая в стойлах стада, По-подводному рано. И не странно ли, что, выпав из лапы стресса, Окунает в море лицо Одесса? Ибо где нету повода для печали, Там ошибка в начале. Это солнце всегда над любым сараем, Это двор, где мы бреемся и стираем, Это город, который восторг и выдох, Это блики на рыбах. Это двор с голубятней, где на канате, Голубой купальник студентки Кати, Это шкварки и смалец дощатых лестниц, И похабные песни. Это лепка карниза над штукатуркой, Повсеместная страсть к полноте желудка, Этот якобы всех интерес к диете, Эти наглые дети. Ладно, это слишком длинные, Слишком хорошее стихотворение, Но мы любим свой город, И мы гордимся тем, Что к этой любви очень просто приобщиться. Более того, очень просто стать одесситом. Ты приезжаешь в Одессу, Ты живешь как одессит, И ни одна сволочь не смеет интересоваться, Кто была твоя бабушка. Спасибо большое, к сожалению, Большому сожалению, У нас вот телефон разрывается, Но звукорежиссер грозно стучит в стекло. Мы, к сожалению, уже заканчиваем. Приходите к нам еще, Борис Оскович Бурда. Был у нас сегодня человек, Который, по-моему, не нуждается в представлении. Спасибо. Спасибо.